Еще лет 15-20 назад на человека, который пытается расплатиться на рынке банковской карточкой, посмотрели бы с большим изумлением. Ну а сейчас наличные деньги из нашей жизни исчезают прямо на глазах. Ну а что касается молодежи, то для них уже и банковские карточки прошлый век. Сейчас предпочитают расплачиваться мобильным приложением. Однако не каждый торговец готов продать несколько помидоров и пучок лука по карточке. Упускают и более выгодные сделки, ведь только у каждого десятого жителя Эстонии при себе имеются наличные деньги. Среди жителей Балтийских государств мы в отношении современных средств оплаты самые продвинутые. 88% эстоноземельцев ежедневно используют банковские карты при оплате покупок. В Латвии в качестве основного способа оплаты карты предпочитают 81% и в Литве 82%. Согласно статистике Банка Эстонии, во втором квартале этого года были совершены операции с платежными картами на сумму 1,8 миллиарда евро. Но для тех, кто любит пошуршать банкнотами и побренчать монетками, плохих новостей пока нет. Понятно, что тренды и будут дальше развиваться в таком направлении, что мы будем использовать банковские карточки. Но, что хочу сказать, все-таки должны быть бэкапы решения, то есть решения, которые должны позволить в случае чего перейти на какой-то альтернативный способ, то есть наличные деньги, наверное, еще в ближайшие десяток, если не больше лет останутся с нами. В ходе опроса выяснилось, что около трети людей в Эстонии, Латвии и Литве были разочарованы тем, что не смогли оплатить карточкой счет в магазине или кафе и вынуждены были отменить покупки. А каждый пятый опрошенный после негативного опыта старается избегать таких мест. Но сейчас уже и карточки кажутся немного устаревшими после того, как все больше людей используют для оплаты мобильное приложение. В телефонах, в часах – это все то же самое банковская карточка, потому что все данные, которые есть записаны на чипе или на магнитной полосе, они также мигрированы в новые устройства. Ну а кроме того, если больше пользоваться для оплаты разными девайсами, то пластиковых карточек понадобится меньше, что позволит сократить потребление пластика, а это, в свою очередь, благоприятно скажется на окружающей среде. Что же касается наличных, то если жители Эстонии носят их при себе, то суммы эти незначительны. Только 6% опрошенных имеют в кошельках более 100 евро. В общем, по материалам исследования напрашивается вывод, что продавцам стоит еще раз взвесить, либо остаться без внушительных сумм прибыли, либо все-таки установить терминал по обслуживанию банковских карт от любого банка, что сейчас делать не так сложно. Ленитровская, Петр Ильвайн, Роман Васильев, Новости Талина.